Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех! И мы начинаем программу Вадим Галкин. Ответы на вопросы. Вадим, добрый день! Добрый день! Приветствуем вас, коллеги! Пожалуйста, ваши вопросы можно писать сейчас, а мы начнем с традиционной темы нашей передачи. Посмотрим на стратегию Галкина. Все вместе, друзья. Посмотрим, как идут дела, как идет рынок и что планируется делать дальше. Напоминаю, что мы смотрим стратегию торговли фьючерсом на валютную пару доллар-рубль, которая у нас происходит с января 2014 года. Впечатляющая equity, но вижу, что в последний месяц немножечко идет снижение. И сейчас за период составляет 1418%. Вадим, хотелось бы узнать сделки. Я вижу последние сделки сегодня. Сделки идут, пока идут в минус. Может вообще остановиться или есть какой-то другой план? Нет, ну, скажем так, по большинству стратегий, по другим, скажем так, стратегиям, почти по всем, кроме, наверное, нефти, я уже ввел там определенный фильтр, который корректирует, значит, лимит открытой позиции в зависимости от состояния рынка. Просто, как бы, ну, я решил это обкатать на стратегии, где там либо нет подписчиков, либо совсем мало. Ну, собственно, эти версии, да, и в них, вот что по евро, что по евро-доллару, что по золоту, что там, сейчас еще где, а, по РТСу, да, по РТСе тоже, там практически, в общем, лимит равен нулю. Вот, ну, близко к нулю, там, порядка, там, может быть, 20% от максимума, на самую большую. Вот, это говорит о том, что, ну, плохо, плохо, дело все с рынком, в общем, по сути, да, это вот реализация того, о чем вы говорите. То есть того, что, в общем, по сути, надо, видимо, как бы, быть сейчас вне игры, или, как бы, по минимуму, в общем, участвовать в этом, потому что, в общем, ну, совсем убили наш рынок, персистентности ноль, волатильности ноль. Ну, вот, надо сказать, в оправдание нашего рынка, то, что и на рынке нефти, тоже там персистентность, тоже практически, там, и волатильности сошли на нет. Вот, но какие перспективы, не знаю, ничего не могу сказать, вот уже начал, да, думать, что, чем заменить все это, хозяйство, потому что, ну, грустно совсем, совсем не торгуется рынок, совсем он не ходит никуда. Наверное, наше руководство довольно тем, что, вот, стабилизет наступил, наконец, на рынке. Нам это плохо, нам это совсем нехорошо. Поэтому, объективно посмотреть ситуацию, аналогичную у всех остальных управляющих, если посмотреть на сайте МФД, табличку, кстати, можете показать. Вот, общий, как бы, расклад, достаточно тоже печальный, то есть, практически, в общем, сейчас все, все страдают от этого. Понятно. Вадим, а может быть, сентябрь придет и к другому? Знаете, как бы, тут есть некоторые сомнения, потому что, в общем, август всегда был достаточно бойким месяцем, в особенности вторая половина. Вот, в этот раз даже писали статейку на этот счет, по-моему, на РБК, что впервые, в общем, за много лет, по сути, нету никаких событий, которые бы там были драйверами рынка, и, к сожалению, в общем, для игроков это плохая новость. То есть, возможно, что это как бы носит такой более фундаментальный характер, связанно, видите, ну, тут и внешние факторы, видимо, как бы, на это влияют и внутренние, а внешние, в том смысле, что опять подвешены ситуации со ставкой в Америке, как бы, вот это вот межумощное состояние, что все вроде понимают, что рано или поздно она будет увеличена, в то же время понимают, что в ближайшее время, скорее всего, он не будет увеличена, ну, и вот это вот заставляет людей, в общем, скажем так, международных инвесторов покупать все подряд, по большому счету. То, к чему они могут прикоснуться, да, они все покупают, а то, к чему они не могут прикоснуться, вроде наших акций, ну, в общем, оказывается на обочине, то есть вообще не торгуются. поэтому, поэтому там все растет, хаи там пробивают американские индексы, а у нас вот такая вот какая-то какая-то тепловая смерть на рынке. Понятно, понял вас. А вот я как раз в этой связи хотел сказать, а что показывает ваш индикатор persistent checks? Он прям по всему фронту показывает отсутствие всяких перспектив? Ну, в общем, сейчас одну минуточку я взгляну. А и нам, скажите, давайте посмотрим, может быть, все-таки какие-то торговые идеи есть? Ну, есть. Единственное, сейчас я покажу момент. Посмотрим, может быть, что-то подберемся вместе в прямом эфире. Евгений Большин пишет, что странно, что индикатор показывает по нефти отсутствие волатильности. Да, к сожалению, вот это так. Значит, значит, да, вот смотрите, сейчас покажу нефть. А вы закрыли опять? Вы опять закрыли. закрыли. давайте еще раз. скажите, слово скрыть. Так вот, скрыть. Ага, хорошо. Просто у меня сейчас сейчас чего происходит? Видимо, отлично видим. А, очень хорошо. Значит, смотрите, вот 5 закрыли. Да что ж такое-то? Кризис в стране. Боже мой. Яркое свидетельство. Вот так. Да, ну вот смотрите, это нефть, да, действительно здесь, но это дневки. Надо понимать, да, что на дневках действительно вот появилась некая там персистентность в последнее время. ну, скажем так, да, пожалуй, что стратегия по нефти, она, в общем, пока не, как бы, не сдолась. Вполне можно, в общем, с ней работать. И, наверное, вот еще можно выделить, значит, наверное, можно выделить Лукоил, тоже, вот видите, он достаточно неплохо выглядит. Дальше, может быть, Роснефть тоже неплохо выглядит, неплохо выглядит Сбербанк. Ну, скажем, скажем, не хуже, не очень плохо, потому что здесь несколько хуже, чем в Лукоиле и в Роснефте, но терпимо. Вот, 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 как выглядит рубль-доллар, ну, просто в минус, там, все, вот это желтое, это прямо крово. Вот. РТС, ну, в общем, так что-то, пытается там немножко раскочегариться, но тоже очень слабо. Вот. А, сейчас. Ну, вот основное, собственно, все, наверное, там, евро, ну, тоже можно посмотреть, конечно, вот, ну, что это, так, здесь что-то, а, вот, сейчас, вот евро, ну, евро тоже плохо выглядит, в общем, единственное, немножко последнее, вот здесь вот кусочек, видите, немножко дернулся вверх, но пока это, в общем, ни о чем, тенденция пока вниз, по этому графику, поэтому, пока, в общем, есть, конечно, некоторые надежды на то, что, может быть, евро живет, но пока, ну, не особо. Вот, поэтому, в общем и целом, скажем так, на валютном рынке совсем глупо, на акциях, на рублевых, в общем, кое-как, значит, на нефти тоже, как бы, ну, можно пытаться работать с ней, с стратегией бренд, вот, поэтому, как-то вот, как-то так вот, ну, пишут, да, что там, странно, что индикатор показывает по нефти отсутствию волатильности, а что странно, ну, посмотрите, за последнее время, где там волатильность, последние пять сессий на одном месте, нефть, практически, не меняется, а потом этот индикатор не волатильность отображает, а корреляцию, поэтому с волатильностью тут нужно показывать другую картинку, вот, по ней, к сожалению, тоже, на самом деле, волатильность в среднем низкая, то есть, если посмотреть всякого рода энергетические индикаторы, в том числе и по нефти, там волатильность относительно низкая, вот, она была высокой в конце 15-го, в начале 16-го года, вот, вот, там была действительно высокая волатильность нефти, сейчас она не очень высокая, чего-нибудь высокая. Понятно, поняли вас, спасибо большое, Вадим, в связи с этим у меня вопрос, сегодня ферма-отпеф сказал, что ситуация в стране, плюс вроде входим, а ученые, давайте остановим демонстрацию рабочего стола, Вадим, да, сейчас. Это с кризиса, а ученые высшей школы экономики сделали доклад о том, что Россия застряла на день кризиса. Вот вам какая точка зрения из того, что вы видите на рынке? Сейчас, еще раз, я просто немножко плохо слышал, еще раз повторите мне, вот, я понял, что из вышки люди сказали, что Россия застряла, а вторая какая концепция? Герман Греф сказал, что Россия выходит из кризиса. Бог мой, но он чем-то как-то обосновал это, вот, замечательное по поводу, что Россия выходит из кризиса. Какие, как-то в цифрах, там что-то, потому что, по-моему, это мантры такие, которые вот произносят для того, чтобы, значит, народ успокоить. Если бы Россия выходила из кризиса, то, наверное, пенсии проиндексировали в соответствии с федеральным законом, а не сунули пенсионерам подачку в виде 5000 рублей и на время. По-моему, это самый красноречивый показатель того, в каком состоянии находится российская экономика. Поэтому, мне кажется, что тут даже не имеет смысла это обсуждать. Ну, видимо, Герман Греф исходил из-за состояния дел Сбербанки, поэтому, в целом, так и оценил, а в целом-то да, согласен. Имел у него хорошее зрение, может, нам с вами к окулисту сходить надо. Понимаете? У него так хорошо. Хорошо, спасибо большое, Вадим, за ответы на этот вопрос. Пришел по имейлу пришел вопрос. Татьяна пишет нам. Вадим, почему вы не выкладываете свою стратегию на сайте common.ru автоследование от FINAMO. Его интерфейс, мне кажется, намного удобнее, чем easy money. Вот так, вот, ну, это вопрос технологический, потому что, в общем, для того, чтобы выкладывать в common, нужно перелопачивать все там достаточно существенно, всю технологию, и, в общем-то, я не вижу до этого никакого, никаких, скажем, аргументов. понятие, дело в том, что, да, безусловно, там есть определенные плюсы в этой платформе FINAMO, но дело в том, что мне немножко больше нравится подход МФД, в том смысле, что как бы МФД, независимая структура, она выкладывает реальность, скажем так, вот, реальные показатели, то есть она не заинтересована, у нее нет никакой заинтересованности конкретно управляющей, и поэтому она выполняет роль такого, ну, скажем, неформального аудитора для управляющих, для этих стратегий. И, с моей точки зрения, это большое преимущество как бы на финалом, и в моем понимании квалифицированные инвесторы должны иметь больше доверия к стратегиям, которые идут через МФД. Да, там есть определенные недостатки, там, в отличие от Камон, нужно постоянно, то есть, чтобы у вас работал монитор, работал компьютер, но, честно говоря, как бы, с моей точки зрения, то это более, вот это главное, как бы, преимущество, а потом, честно говоря, я не знаю, чтобы в Камон выложить, там обязательно нужно, чтобы счет управляющих был на финале. По-моему, да. я думаю, что да, потому что это профильное, это же не зависит от... это тоже в значительной степени ограничивает, во-первых, интересы управляющих, во-вторых, интересы клиентов. Опять же, большое преимущество МФДшного сервиса в том, что клиент может зайти с любого брокера в этот процесс, и его, как бы, пристрастие, его личная симпатия, его, как бы, доверие от тем или иным брокерской компании, оно здесь имеет большое значение. То есть, здесь никто никуда, никого не затягивает, ни в какие, так сказать, свои сети, не окучивает, так сказать, надслуживание и так далее, тоже повышает уровень доверия. Поэтому, не знаю, я вот как-то предпочитаю работать в таком формате, мне это больше не нравится. Понял. Спасибо большое, Вадим. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате. Мой следующий вопрос. Доверительное управление от Цериха мы обсуждаем. Есть ли какие-то новости, какие-то подвижки на этой неделе, когда можем уже записываться? Ну, понимаете как, тут, там, оказывается, сейчас некоторые технические вопросы нужно решить, которые связаны с, все-таки, с тем, что, опять же, автоследование будет идти через МФД, и в данный момент, в общем, там возникли некоторые, ну, не то чтобы сложности, но, как бы, участие МФД немножечко не совсем точно, скажем так, учтено в наших отношениях с Церихом, и, видимо, сейчас просто некоторые коррективы там нужно будет нести, в первую очередь, между Церихом и МФД, потому что это немножечко отдельный бизнес, который там нужно по-другому тарифицировать, и вот, между собой-то мы вроде как определились со всеми вопросами, вот с МФД там немножечко получилось не вполне, как бы, корректная ситуация, видимо, нужно будет сейчас доработать, так-то технически мы готовы, единственное, вот нужно будет вопрос решить, и после этого, ну, то есть уже есть счет, уже есть все деньги, да, мы начнем пока тестировать просто, как бы, как это будет работать, ну, а дальше уже, видимо, можно будет заходить в Церих, ну, понимаете, меня сейчас больше, честно сказать, больше беспокоит состояние рынка, вот, и, в общем-то, понимаете, вопросы технические, вопросы организационные, мы так или иначе решаем и решим, и самое ближайшее время, в общем, но рынок-то мы не можем изменить на себя, то есть если он такой стал, так сказать, спячий, ну, я уж, честно, стал задумываться о том, что может надо вообще другими, другими стратегиями, так сказать, заполнять пространство, потому что, ну, в такой ситуации, в общем, торговать персистентными моделями достаточно, достаточно бестолковое дело, и нужно, в общем, к опционам, как это, в свой взгляд, обращать. К опционам или на американский рынок, в целом, да? Ну, американский, я пока за скобки вывожу, да, но вот по нашему рынку, да, нам проще реализовать здесь, ну, аукционы, торговля, да, и опять же, здесь масса вопросов биржи, потому что, честно говоря, вот были в своем время разговоры о том, чтобы короткие опционы по РТС ввести. Да, недельные опционы уже года три она обсуждается. Честно говоря, вот будет у нас алгоритм с награждением, я прям хочу господам из биржи вопрос задать, потому что вот в такой ситуации такой низкой волатильности, это один из инструментов, который позволит сделать более-менее там, рискно-нейтральную стратегию на опционах, которая позволит, в общем, достаточно стабильно зарабатывать. Если у нас будет длинный опцион, тот, который есть сейчас, и будет недельный опцион, то, в общем, на этом можно там построить календарный спред, и на этом неплохо стабильно достаточно зарабатывать. Вот, поэтому, поскольку такого к сожалению, у нас это очень существенно ограничено, я не понимаю, в чем проблема. На американском рынке там недельный, двухнедельный, и на конец месяца есть самые разные виды опционов, по крайней мере, на индекс S&P. Почему бы не сделать на индекс RTS то же самое? Технически, мне кажется, это несложно. Но это существенно вот в этой ситуации, да, в конце концов будет такой инструмент, мы начнем разъяснять клиентам и подписчикам, да, какие-то возможности. В этом смысле мы можем даже в рамках ДУ реализовать это. То есть в рамках автоследования это сделать сложно, в рамках ДУ мы можем это сделать. Почему нет? То есть мы просто сделаем с Церехом вручную просто будем открывать еженедельную позицию и хеджить будем автоматически. Ну, то есть дельта нейтраль этих будем автоматически в автоматическом режиме и все. То есть никаких проблем я здесь не имею. Но нужен инструмент соответствующий. Хорошо, спасибо. Ждем, ждем. Хотя то, что вы сказали вызывает у меня чувство тревоги, потому что по сути Церех и МФД должны поделить деньги, доходы. Это бывает десятилетия занимает. Нет, там даже дело не в этом. Там просто скорее что-то вроде уровня абонентской платы для таких процессов видимо его надо как бы откорректировать. Потому что понятно, что немножко больше объем будет проходить и соответственно нужно учитывать. Понятно, понял вас. Спасибо большое. Я, кстати, вижу, что Евгений о комментирует нашу беседу. Не думаю, что недельки приживутся, только если ближайшие. Посмотрите, в октябрьских ликвидностей нет, например. Конечно, ближайшие. Зачем нам нужны длинные? Нам нужны ближайшие. Нам нужно доэкспирации, чтобы неделя осталась до экспирации, мы этим опционом покупаем его. Нужно же какой спред? Нужно продавать волатильность в дальних опционах и покупать в ближних. Вот как вот такая вот история, она вполне работоспособная. Нужно делать определенные сдвижки по страйку, то есть одни опционы в деньгах, другие вне денег. И там, в общем, достаточно неплохие возможно, скажем так, результаты получили. Конечно, короткие недельки. Вот то, что вот сейчас экспирируется буквально. А дальние это один месяц. Это тоже вполне ликвидный опцион, ближайший ворот, который сейчас ближайшим является. Понятно. Но тут как раз и пишет, что так вот в дальних и нет ликвидности как раз. В дальних это имеется в виду на 2-3 месяца. А на месяц есть. Нам хватит этой ликвидности. Ясненько, понял вас. Также Евгений Больших пишет, проблема в маркетмейкерах. Которым невыгодно торговать, а невыгодно потому, что комиссия лиц, а стоимость денег высокая. Как вам эта проблема? Ну, знаете, эта проблема, так сказать, должна видеться в первую очередь руководству биржи. Вот они должны думать, каким образом она стимулирует маркетмейкеров на то, чтобы они присутствовали на рынке. Я думаю, что разные есть механизмы для того, чтобы заинтересовать. Давайте как бы не будем чужую работу выполнять. Может быть, сократить процентов 30 Московской биржи состава? А то там бездельников ходят по коридорам больше, мне кажется, чем нужно. Возможно, я не знаю. Честно говоря, там не бывает, поэтому трудно судить об этом. Хорошо. Спасибо, Вадим. Кстати, к разговору о Московской бирже. Это здорово, что вы хотите с ними переговорить на все эти темы. А у меня вопрос, а когда будет у нас алгоритм в сентябре? Вроде 20 сентября. Мне вроде Костя Ивановский сказал, что 20 сентября. То есть это, по-моему, вторник. Да, да, да. Я слышал, 20 месяц назад оставили. Да, хорошо. Хорошо, спасибо. Еще один, Евгений, больших вопросов. В рейнкинге управляющих Мосбиржи будете участвовать? Я, честно говоря, ничего не знаю об этом рейнкинге. Ничего не знаю. Надо посмотреть, что за правила, кто там будет. Если там будет HF-ки, то нет. Если не будет HF-ки, то почему нет? Ясненько. Понял вас, Вадим, хорошо. Спасибо. К вопросам об американском рынке. У нас очень много сейчас идет запросов от коллег. Потому что с Мосбиржей все понятно, Форекс тоже. Кто хочет, кто не хочет. Разные отношения. Почему-то очень многие уходящие с Мосбиржи на американский рынок. Мы сейчас ведем переговоры с брокерами. Может быть, один из трейдеров, известных достаточно, будет у нас вести час от торговли на американских рынках. А сейчас мы это обсудим. Игорь Зиняш, да, это регулярно рассказывает. Вот на ваш взгляд... Ой, Игорь, что-то... Сейчас, одно исключение, Игорь. Что-то пропадаете. Вот буквально... Еще раз, наверное, придется повторить. Да, к вопросу об американском рынке. Что сейчас вам было бы интересно узнать об американском рынке? Прежде всего, брокер, наверное, вот как вам, как трейдеру, что было бы больше всего интересного? Ну, вы знаете, мне на самом деле, безусловно, интересны инфраструктурные вопросы. То есть, в какой степени для российских инвесторов, именно рублевых, рублевых подсчетки инвесторов, какие есть возможности для инвестирования на американский рынок. То есть, понятно, что есть офшорные, ну, там, или оншорные какие-то людей, там, денежки, вот, они там тоже могут как-то заходить на международных брокеров, но там более понятно, потому что, ну, есть как брокеры, которые вообще с русскими деньгами не хотят работать, типа, трейс-стейшн. Есть какие-то, которые работают, то есть, понятно, что есть какие-то варианты. Вот, но вот мне интересно именно, что на российском, то есть, российского клиента, в чистом виде российского резидента, рублевых, что, что они могут предложить, и плюс, какие условия, то есть, какие комиссии, насколько они конкурентны по сравнению с тем, что они предлагают для американских клиентов, для европейских клиентов. Вот это, наверное, интересно, в первую очередь. плюс второй момент, опять же, инфраструктурный, это какие платформы используются, есть ли возможность использования российских платформ, то есть, там, Transzac, Quick, InternetInvestor, ну, чего угодно, да, из того, что у нас, опять же, есть в нашем арсенале для того, чтобы, значит, совершать сделки на международных рынках. То есть, вот, вот, как бы, вот этот второй момент важный, то, что я смотрю в позиции управления, можем ли мы достаточно, эффективно предлагать что-то нашим, так сказать, потенциальным клиентам на американском рынке. Для этого должна быть инфраструктура. То есть, помимо стратегии, помимо отбора инструментов, на первом этапе даже важнее нам понять вот это все. Понятно. Помню вас. Я вот, я просто для себя тоже думаю, как, кого лучше пригласить. Ну, вот, я думаю, я представляю, кто нам может в этом помочь. И, так сказать, ну, я думаю, конечно, обо всех наших трейдерах. И, понятно, что у вас проблем гораздо меньше, потому что вы арт-компании, допустим, там такое ограничение, как там минимальный счет 10 тысяч долларов, для шутер-шутер-шоинфинанса вообще не вопрос, а для большинства трейдеров это определенное препятствие. Поэтому, я и думаю, как-то, ну, его не обойдешь, никак квалифицированные, там, вот эти понятия все, их точно не обойти. вы имеете в виду, вот это ограничение, оно исходит от кого? От брокера или от регулятора? Регулятор. Там, по сути, минимальная точка входа, чтобы получить право торговать на американской бирже сейчас, это 10 тысяч долларов аккаунт. Но это, это как бы регуляторы американские, установлены такое право? Да. Регуляторы. Американский брокер, с которым мы беседуем, с несколькими я уже пробеседовал, меньше 10 не дает точки входа, в принципе. А нам, естественно, хочется заходить законно, абсолютно, чтобы человек зашел и торговал в соответствии с требованиями. Там, да, смотрите, просто дело в том, что все-таки тема самокатербургской биржи, она по-прежнему в какой-то степени актуальна. Дело в том, что они тоже там в очередной раз как бы там оживились и попросили через МФД меня представить результаты тестирования на их котировках. Возможно, как раз на алгоритм возможно как бы мы там покажем что-то. Вот. Вот как раз это было бы интересно для небольших клиентов, для которых меньше 10 тысяч долларов, актуальный какой-то сайз. Вот. И ну, надо, конечно, посмотреть. Потому что все-таки тоже такая тугая тема. Понятно, что там с ликвидностью проблемы, не всегда там есть цены. поэтому не все инструменты далеко, которые нам хотелось бы. Но, тем не менее, что-то возможное. То есть нужно как-то в разных направлениях. Понятно, что процесс не быстрый. Видите, в общем, мы написали координационных инфраструктурных проблем, вот, которые, с которыми мы все сталкиваемся. Никуда не деться. Ну, так-то тихонечку развиваем. С другой стороны, мы, по сути, видите, оказываемся на самом передовой вообще нашего фондового рынка. То есть, по сути, нашими руками мы вот как бы проторим дорожку, развиваем даже в наших сложных слоях, пытаемся что-то как-то развивать этот рынок. То есть, я считаю, это очень правильно. Мы не ждем, что нам принесут на блюдечке, и скажут, вот, на тебе, берите и пользуйтесь. Пытаемся сами что-то делать. Я понял. Вадим, у меня, кстати, два вопроса. Один из них озвучил Евгений H2C, что российские брокера не дают торговать опционами на американском рынке, а без опционов инвестирование неполноценно. Действительно, это ограничение, серьезно. Я тоже не слышал, как и Евгений, что кто-то из российских брокеров должен торговать опционами. У меня больше того, у меня даже большее сомнение. Мне вообще непонятно, как российские брокера торгуют американскими ценными бумагами. И даже если имеют сами прямой директ-маркет СЕС, а торгуют российский брокер с российским участником, то как происходит переход права собственности? Как сам российский участник купил на американской бирже, я понимаю, официально через брокера оформил на себя все. А как он сам передает российскому участнику, которого нет прямого выхода на американский рынок? Там собственность брокер является номинальным держателем позиции, которые учитываются у него во внутреннем учете на его депозитарии. Тут много сразу начинается вопросов и прежде всего дивиденды. дивиденды это вопрос. Надо смотреть как составлен договор, нужно читать договор очень внимательно. Я хочу быть таким кастодиальным держателем. какие комиссии как комиссии там начисляют заказ делать. Надо все смотреть. Мне кажется самый сложный вопрос на российском рынке это торговля на американском рынке через российского брокера. Настолько много скользких мест, я их хочу отступить здесь. Там очень серьезно надо смотреть договора без сомнения. Иларион задает вопрос Вадим интересует ваше мнение по поводу криптовалюты и их будущего. Мы обсуждали вчера возможности торговли криптовалютами. Сейчас вроде не сильно разрешено, но если вдруг разрешат, то как есть смысл заниматься торговлей, рассматривать как инструмент торговый в своем портфеле? Конечно. Конечно. Почему нет? Весь вопрос только в том, в какой степени развитая инфраструктура рыночная то или иной валюты, инструменты и так далее. Если есть возможность получить торговый доступ достаточно эффективный за маленькую комиссию с маленькими скрэдами, почему нет? Более того, я смотрел на графики того же биткоина, он даже веселый. Там волатильность есть. Понимаете, какая нам разница, кристалл валюты или не криптовалюты. есть липидность волатильность. Что нам еще нужно? Главное, что вы разрешили, но не разрешили. Это, во-первых, во-вторых, опять же, из-за того, что не разрешают, есть определенная проблема с развитием инфраструктурой. Если бы это было признанно про инструмент, то постепенно он оказался у нас в наших мониторах. просто неизбежно бы он оказался в сервисе крупнейших брокеров, потом и не крупнейших. И мы через тот же Квик наверняка могли бы покупать и продавать биткоин. Проблема в том, что поскольку нет разрешения на использование этой валюты, соответственно, нет развития, процесс развития инфраструктуры. Нет развития инфраструктуры неинтересно с точки зрения даже планированно, потому что как мы это все реализируем, чтобы это все было удобно, чтобы наши продукты работали с этим. Ясно. Ну, там вообще история с биткоинами в России тоже какая-то мутная. У нас ничего не возьми, все мутное. Например, запрещено, запрещено, а на новом Арбате идет реклама. Меняем биткоины на доллары, на рубли. То есть можно прийти к обменным пункт в полный рост работают. Вот пойди разберись у нас. Сразу говорит о том, что у этих ребят есть хорошее прикрытие где-то на каком-то уровне. Они могут себе позволить такие вещи. Кто с них спросит? Сами же те люди, которых прикрывают. Эти же люди и должны спрашивать. Как правило, вот эти у которых здесь звездочки. Мне как-то обидно. Нам нельзя, тем пацанам можно. Вы смотрели фильм Инспектор ГАИ, такой старый фильм с Михалковым и это как же господи ой господи молодой этот фильм забываю фамилию. неважно. В общем смысл в том, что он говорит, что есть люди, которым можно, а есть люди, которым нельзя. Вот Михалков говорил так, потому что ей нельзя, а мне можно. я понял вашу мысль иронию, но просто обидно чисто по-человечески. Мы нормальные все мужики, одинаково у нас паспорта, между ног у нас все одинаково, так шут болтается, так почему ему можно, а мне нельзя? Неправильно не следует вы заканчиваете. Надо было практику. сейчас не на той виолончели играете. Вадим Евгений Больших спрашивает, запись июльской встречи с вами у Алины нигде не появилась? Я, кстати, не обнаружил. Я тоже знаю. Ну, по большому счету, я не думаю, что там были какие-то откровения, так мы все это обсуждаем на наших встречах. Не сильно много вперед. Вадим, как дальше? Как на конец года? Что видите вообще в принципе? Что может случиться? Или какие-то действия? Или какие-то события? Что на ваш год должно случиться, чтобы рынок изменился? Вот на что надеетесь? Во сне снится вам сон? Случилось чуть-чуть. И рынок изменился. Вот что это за чудо может быть? Нет, ну, в принципе, это объективные условия, безусловно, они уже есть для того, чтобы рынок изменился. Но они лежат в плоскости скажем, каких-то макро процессов, которые будут как раз в нашей экономике. дефицит бюджета превышают те показатели, которые были заложены в законе. И очевидно, что, в общем, покрывать это сложно затруднительно. Поэтому, по-хорошему, да, девальвация, например, для того, чтобы покрыть дефицит, она была бы в общем разумной мерой. Но столько всяких политических факторов в это вмешивается. Выборы в Думу, президентские выборы, собственно, на конец года уже останется всего год с небольшим до президентских выборов. Более того, сейчас всякие слухи ползут о том, что могут досрочные президентские выборы объявить, дабы, скажем, Путину переизбраться и начать некие, так сказать, непопулярные в кавычках реформы в виде увеличения пенсионного возраста, повышения налогов, ну и так далее, тогда. Поэтому разные слухи ходят. Поэтому, знаете, тут такой момент политический может доминировать над рыночным. Поэтому здесь трудно говорить о сценариях, потому что я, честно говоря, думал, что уже во второй половине года начнется какая-то движуха. Но, может быть, все-таки в большей степени движуха может прийти от американского рынка. если все-таки американцы решатся на повышение ставки, то тут уж никакие, знаете, политические соображения внутри не помогут. Тогда волатильность, безусловно, придет, и она придет и на все развивающиеся рынки, и на наш рынок неизбежно. Поэтому это более вероятный, скажем так, сценарий, что если вот это произойдет, то да, тогда у нас будет все повеселее. все остальное до такой степени контролируем сейчас контролируем рынок со стороны Центрального Банка. У него есть четкие как бы ориентиры, ему нужно иметь минимальную инфляцию, эта задача поставлена, ему нужно иметь стабильный курс, все остальное их особо не интересует. Да, конечно, ибо неплохо было бы, чтобы рынок акций подрос, потому что приватизировать Роснефть и Башнефть на нынешнем уровне цены им совсем не хочется, им это не нравится. Но никаких объективных причин для роста акций пока нет. И, видимо, как бы никто сильно-сильно заботится об этом сейчас не будет. Скорее будут думать о том, как свести бюджет, как не дать расти ценам, по крайней мере, до ключевых политических событий. Вот это как бы то, что в планах, как мне представляется государство, а вне плана, у нас как бы государство любит импровизировать, мы уже в этом убеждались много раз. Планы планами, да, вдруг, хоп, и Крым наш. вдруг. Поэтому кто знает, что там еще идет в очередной раз. Возможно, что это все очень сильно может смешать карты, но, знаете, с другой стороны, мне кажется, что они тоже, в общем, учатся на каких-то своих, скажем так, вот этих вот экзерсисах, да, и, в общем, то, что вот пока, по крайней мере, не последовало реакции вот на этот так называемый террористический вылаз в Крыму, в общем, мне кажется, что это как-то наводит на мысль, что, в общем-то, обострение, по крайней мере, выше руководства не хочет, на сегодняшний момент, понимая, да, к чему это может привести. То есть, какие-то, вероятно, возможно, круги заинтересованы в том, чтобы, наоборот, раскачать эту ситуацию, чтобы обострить ситуацию с Украиной, в Крыму, в Донбассе и так далее. Но, такое ощущение, что в лучшем руководстве есть понимание, в общем, это ничем, потому что, и так, и, 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 и внутренняя ситуация плохая, экономическая, и политически неважненная, потому что, в общем, видно, что, ну, скажем, по такому настроению люди тоже меняются и пробиваются вот эти вот информационные всякие ивенты, то там какие-то фермеры из южных регионов там пытаются на тракторах Думанского доехать, то шахтеры в Ростове там забастовка являют, ну, и так далее. То есть, в общем-то, это говорит о том, что та благостная картинка, которая на телевизоре, в телевизоре присутствует, она не совсем адекватна, это вот реально положено веще. Поэтому люди, я думаю, отдают себе отчеты и, в общем, видимо, не очень хотят раскачивать ситуацию. Понятно. Отсюда и вот эти вот попытки все застабилизировать, все заморозить, так, чтобы ничего, так сказать, не было никаких всплесков ни ценовых, ни никаких. Лучше пусть мы будем там тратить фонд резервный, но мы не будем сильно все девальвировать, сильно там дергать, чтобы было ощущение у людей как можно больше в общем-то такой стабильности в магазинах, чтобы ценники не менялись, в обменниках, чтобы таблички не переписывались. Вот, общий такой. Поэтому, к сожалению, я говорю, что немножко такое, для нас немножко пессимистичная оценка сейчас. Поэтому и ищем, как бы, да, сейчас какие-то иные возможности. я понял вас. То есть, любые изменения, которые вы видите... Ага, да, что-то пропали. Ага, все, все, вернулись, где-то что-то помигнуло. Значит, любые изменения, которые вам видятся, они видятся вам скорее больше политическими, чем экономическими, да? И какие-то... Не, ну, американский, если рынок среагирует на возможное повышение ставок, это все-таки экономический такой аспект скорее. Да, да, да. Потому что последние, вы, наверное, в курсе, что, да, это рынка недвижимости по-американскому очень хорошие были показатели. Да и по промышленному производству те же не самые плохие. Поэтому, в общем, экономически в Америке не такая плохая. И, в общем, есть определенные, да, скажем, подвижки в сторону повышения ставок. Это, конечно, очень-очень такой смелый будет ход в любом случае, потому что, ну, сколько лет уже вот эта вот программа смягчения, да, и, ну, скажем, выйти из нее, войти в новую парадигму, это же новая будет парадигма, совершенно другая, да, то есть, вообще, новая, как бы, система управления финансами. Вот была такая, станет другая. В общем, ну, это нужно определенную смелость, да, то есть, это вот, ну, нужно решиться, нужна политическая воля для этого. Я думаю, при Обаме этого, ну, так радикально этот вопрос решен не будет. Ну, не нужно ему под конец его президентства, то есть, по сути дела, сделать революцию и так сказать, ну, ребята, а вы теперь разбирайтесь. Да, 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 да. Да, вот он, я думаю, не захочет такого бэкграунда, потому что ему будет потом след камня-то кидать, вот, и кричать, что какой он негодяйся, он будет нас всех там подставить. Ему это не нужно, он будет пытаться вот эту ситуацию всячески, так сказать, ремпфировать, чтобы уже следующий президент занимался этими вопросами. Ясненько, понял вас. Хорошо. Ну, вот Анатолий Агенбург пишет, короче, ну, в общем, да, в общем, да, безусловно, безусловно. С одной стороны, да, с другой стороны, понимаете, тут вот все очень, опять же, так противоречиво. То есть, с точки зрения, видите, если бы мы жили в системе советской, когда, информационные блокады существуют, когда вот есть какие-то там какие-то там скены выстроены вокруг, информационные, политические, какие угодно, тогда можно вот застой как таковой, да, это форма существования в этом случае. Но дело в том, что мы живем в открытой системе, да, у нас обмен информацией идет достаточно активный, люди больше общаются друг с другом, читают источники информации различные. Даже там люди, которые не имеют интернета, они разговаривают с теми, кто этот интернет имеет. Так или иначе, информация быстрее проникает в сознание людей. И вот в этой ситуации застой очень быстро приводит к усталости. и сначала к отчуждению, к такому индифферентности, а потом раздражению тем, ну, дистеблишментам, которые вот находятся у власти. И такие системы очень склонны к тому, чтобы периодически взрывать ситуацию, устраивать какой-то фейерверк, для того, чтобы снова переключить на себя внимание, сделать себя, так сказать, более значимыми в глазах вот этой вот массы людей. Поэтому, с одной стороны, вроде бы застой нужен, да, для власти, для того, чтобы, значит, успокоить ситуацию. С другой стороны, сильное успокоение, оно приведет к издражению усталости. И это тоже фактор, который, которого они опасаются. Им нужно тогда все время каким-то образом подогревать вот эти вот там, патриотические настроения, какие угодно. А вот для этого могут использоваться разные инструменты, в том числе международной арене. Поэтому вот говорить о том, что это вот застой в том виде, в каком мы его знали в прежностях времена, не совсем так. Я думаю, он будет чередоваться период застой вот таких вот фейерверков. Вопрос только в том, чтобы вовремя это понять и войти в рынок в нужном формате в нужное время. Получается так. Ну, вот это проблема, потому что, видите, это же как бы воля там очень узкого круга людей. И она интерпретируется ими самими, ни в коем случае не, так сказать, об этом никому не рассказывается, ни с кем это не обсуждается. Поэтому влезть в голову очень трудно и даже предположить трудно, что это произойдет. Ясненько. Поняли вас, Вадим. Спасибо большое. Ну что, коллеги, на этом вопросы ваши завершены. Вадим, желаем вам успешно быть в этом море. Поняли вас, что на этой недельке нам лучше уже особо подвиги в подвигах не совершать, особо и нефти. Да, но я отметил для себя и вашу идею нефть, лукойл, Роснефть, Сбербанк. Будем на это смотреть. Если там хоть как-то еще рыбка ловится, попытаемся там что-то половить. Вам хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо, Игорь Леонидович. Вам тоже, да. Всего доброго. Все, до свидания. До свидания.